МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас в эфире новости Первоуральска в студии Алексей Вербицкий. И сейчас о главных событиях этого дня. Экологическая акция, награждение лучших сотрудников и масштабная спортивно-развлекательная программа. На одном из крупных предприятий Первоуральска отметили День химика. Подробнее о праздничных мероприятиях расскажем в сюжете. Экологическая акция, награждение лучших сотрудников и масштабная спортивно-развлекательная программа. На одном из крупных предприятий Первоуральска отметили День химика. Подробнее о праздничных мероприятиях расскажем в сюжете. Здесь зарождается аллея химиков. В честь профессионального праздника сотрудники завода «Хромпик» высаживают 26 либ и 26 рябин, выращенных в природном парке «Олени и ручьи». Акция также объединяет ветеранов предприятия, студентов политехникума и учеников подшифтной школы номер 12. В числе волонтеров – директор завода по экологии Юрий Жильцов. Мы продолжаем благоустраивать наш Хромпиковский парк. Это, конечно, большое дело. Экологией занимаемся на производстве. Но это тоже наша привлекающая территория и зона отдыха работников, ну и вообще жителей Хромпика. Экологическую акцию проводят в театральном парке совместно с областным отделением Всероссийского общества охраны природы. Десятилетиями мы наблюдали процессы, которые происходили на этом предприятии. Мы рады тому, что происходит сейчас. Сейчас происходит его оздоровление, экологическое оздоровление территории. День химика продолжает отмечать в театре драмы вариант. На сцене лазерное шоу, концерт и, конечно, слова благодарности сотрудникам предприятия от руководства за достигнутые показатели на производстве. Химическая отрасль занимает базу, системообразующую часть промышленности страны. И мы занимаем видимое место в этой отрасли. Только за последнее время зарплата выросла средне. Пусть у нас на процент. За многолетний добросовестный труд двоим сотрудникам завода присвоено звание «Почетный химик Российской Федерации». Это упаковщик цеха номер два Игорь Габитов и электромонтер цеха электроснабжения Константин Морогов. Работаю я здесь 23 года. Пришел в далеком 2001 году. Завод этот стал моей второй семьей. Люди хорошие, добрые, отзывчивые. Работа интересная. Я буду продолжать работать. Я люблю свой завод. Всего в честь профессионального праздника награды получают 79 сотрудников. Их отмечают благодарственными письмами регионального Минпрома, почетными грамотами Союза предприятий и организаций химической промышленности, а также Законодательного собрания Свердловской области и главы Первоурайска. Хочу искренне поблагодарить вас за ваш труд. Отдельное слово благодарности, конечно, хотелось бы сказать вашему руководству предприятия Александру Федоровичу за заботу о коллективе и за активнейшее участие в социальной жизни города. Когда рядом такой надежный друг и товарищ, партнер, ну, наверное, невозможно не воплотить это в жизни. В этом году День химика заводчания отмечают с размахом. В спортивном комплексе стадиона «Хромпик» проходит товарищеский турнир по мини-футболу среди предприятий группы компаний «Полипласт». У коллег, одержавших победу в финальной встрече, эмоции только положительные. Атмосфера была вообще замечательная. Спасибо болельщикам, которые нас вели вперед. Спасибо команде. Коллеги молодцы, организовали такой замечательный праздник. На поле мы соперники, а в жизни мы товарищи, коллеги по работе. Сразу после турнира награждают и призеров заводской спартакиады. В этом году она вновь проходит масштабно. В соревнованиях приняли участие 6 команд и около 100 сотрудников. Лучший коллектив – цех номер 8. Очень приятно, что люди с разных цехов приняли участие. То есть это во-первых. Во-вторых, это объединяет всех. То есть мы встречаемся, мы общаемся в неформальной обстановке. То есть люди отдыхают. То есть смена обстановки. Обстановку сотрудники предприятия меняют и на большом поле стадиона. Здесь выступают творческие коллективы, работает полевая кухня, проводят мастер-классы, дискотеку и опыты в научном Ньютон-шоу. Замечательный праздник. Много развлечений как для детей, так и для более взрослого поколения. Весело занимают деток, они прыгают, танцуют. Хочу поблагодарить руководство предприятия, организаторов этого всего праздника для коллектива нашего завода. Настроение супер, атмосфера чудесная. Такая атмосфера, говорят гости праздника, придает заряд сил и бодрости. И еще раз подтверждает заметные перемены на предприятии, где реализуют инвестиционный проект модернизации всего производственного комплекса. Дмитрий Солюков, Петр Спиридонов и Михаил Пиранков. Новости Первоуральск. Металлурги Свердловской области сразились в интеллектуальном состязании. Выясняли температуру плавления стали, отгадывали химические элементы и угадывали протяженность уральских гор. За битвой умов наблюдала наша съемочная группа. Угадать рабочее оборудование по описанию или вспомнить, какой металл упоминается в известной песне. Это лишь пара заданий интеллектуально-развлекательной игры «Наш равно ваш квиз». Среди ее участников металлурги из трех городов. Любители мозгового штурма собрали на своей площадке активисты Первоуральского новотрубного завода. Команда, которая сегодня присутствует, это, собственно, тоже представители не только других заводов, но и разных профессий. То есть все темы, которые сегодня, собственно, проходят сквозь всю игру, это металлургия, это Урал, да, то есть все, что нас связывает, объединяет. Участвуют сборные тех заводов ТМК, которые в этом году празднуют юбилеи. Помимо Первоуральского, отметившего 90-летие, Северский трубный завод, 285 лет, и Синарский, тоже 90. Самую эрудированную команду выбирают в формате квиза. У нас за неделю исполнительный служебный. Шесть раундов битвы умов отличаются по сложности. Если сначала спрашивают о марках машин, поэтах, фильмах и музыкантах, то дальше нужно догадаться, например, какое открытие невольно сделали древние викинги, когда создавали оружие. Ружелезо из чего? Надо было уголь и надо было руду. Вот я, кстати, про руду говорила. Может, руда? Это команда первоуральских металлургов «Анатомия металла». Таким составом играют не в первый раз, и уже выигрывали подобные состязания. Как говорит Ксения Микушина, уровень сложности этой игры достаточно высок, но это только больше сплачивает коллектив, а победа может стать приятным дополнением. Мне кажется, что эти мероприятия нужны именно для того, чтобы коммуницировать с заводом между собой, как-то объединять, проводить именно в нерабочие мероприятия, налаживать атмосферу общения, просто создавать позитивные эмоции. А это команда металлургов из Каменско-Уральского. В таких состязаниях они дебютанты, рассказывают, помимо новых знакомств, приобретают полезные знания. «Немножко сложновато нам по этому, что не первый раз, но стараемся, где-то доходим, чисто вот просто логика включаем и доходим, берем правильный ответ, где-то немножко сомневаемся, не попадаем в правильный, но ничего, для первого раза думаю нормально. Цель просто показать достойность предприятия и получить удовольствие от игры». По результатам игры победителям, набрав без малого 39 баллов, стала команда «Анатомия металла». Все участники получили дипломы и памятные подарки. Виталий Мотин, Денис Хромцов, Новости, Первоуральск. Для одних первый соревновательный опыт, для других – возможность улучшить свои результаты. В Дворце водных видов спорта состоялось первенство по плаванию. Это первые крупные состязания среди воспитанников Первоуральских секций после реконструкции спортивного объекта. Все, что нужно для авто, выбирай в автобюро. В наличии более 30-тысячные именования автосапчастей для любых марок автомобилей, расходные материалы, масла и эксплуатационные жидкости. Автобюро «Ленина-53». Соревнования итоговые, подвести итоги года, посмотреть, как ребята чему за год научились, каких успехов достигли, справляются, не справляются. И вообще с целью стимуляции дальнейших занятий детьми, пропаганды второго образа жизни и улучшения спортивной подготовки. В первенстве приняли участие пловцы в 9 взрастных категориях от 8 до 16 лет. Это воспитанники групп начального обучения и действующие разрядники, занимающиеся в спортивных группах. Участники состязались на дистанциях 50 и 100 метров, на спине и вольным стилем. Всего во время соревнований провели более 70 заплывов. Призеров наградили медалями, а спортсмены, не попавшие на перестал почета, получили грамоты за участие и сладкие призы. Всего в первенстве по плаванию за победу боролись порядка 700 воспитанников секции Дворца водных видов спорта. Это мои самые первые соревнования, самые трудные. Они мне дают скорость, активность и силу. Надо заниматься спортом, иметь хорошее дыхание, хорошую силу, чтобы не останавливаться на дорожке. И главное участие, а не победа. Грязь, перепады высоты и кефир. 800 приверженцев здорового образа жизни из 11 регионов страны съехались в Первоуральск, чтобы принять участие в ежегодном забеге. Не просто, порой бывает, даже опытным спортсменом узнала наша съемочная группа. Выпить стакан кефира, пробежать 200 метров и так повторить 5 раз. Это правило кефирного забега, которое устроили для участников спортивного фестиваля Первоуральск Оупен. Он объединил представителей разных регионов России. Прекрасный день для хорошего спортивного праздника. С каждым годом количество участников Первоуральск Оупен увеличивается. В этом году более 800 человек участвуют. Это 11 регионов и 70 городов нашей большой страны. Любви к бегу почти все возрасты покорны, посчитали организаторы спортивного фестиваля. Его дебютантам еще нет и двух лет, а самому старшему участнику 76. Легкоатлетический марафон тут же превращается в поэтический. Мне бежать всегда охота. Я на зов души спешу. Майку мокрую от пота, как медаль судьбы ношу. Знакомая трасса, родной город. Погоду я заказал сегодня теплую, в отличие от тех дней, которые... Завтра опять похуже будет, но сегодня надо всех погреть. Занимаемся бегом всей семьей, участвуем здесь третий раз, приезжаем сюда уже третий раз подряд. Два раза были в прошлом году. Бегает ребенок, бегает муж, бегаю я. Да, очень классно. Очень нравится организация. На этих соревнованиях концентрация важнее скорости, говорят организаторы. Если не сориентироваться вовремя по специальной разметке и случайно срезать путь, может последовать дисквалификация, как это случилось с марафонцем Иваном Кузнецовым. Для марафонца, наверное, нет такого, что сложно. Такого, что-то прям сложно, нет. Я боялся, самое главное, не подвернуть ноги, так как для меня это прям сложность. У меня очень много подвернутых ноги, и у меня они слабые связки. И поэтому я там пару раз, конечно, подвернул, но я так аккуратненько, осторожно, поэтому как бы самое сложное. Бегут здесь и те, кто обычно предпочитает лыжные гонки и входит в число сильнейших спринтеров страны. У нас все-таки летом более беговая подготовка, имитация, также роллеры, поэтому это нормально попробовать себя в трейле. Тут очень длинные и затяжные подъемы. Нужно правильно рассчитать силы. Перепад высоты здесь тысяча метров. Дистанции различны по протяженности, есть на 10, 15 и 30 километров. Для чистоты эксперимента организаторы добавили в маршрут грязные участки, чтобы сделать трассу экстремальной. Постарались собрать такие самые тяжелые места, самые высокие горы, самые глубокие броды, речки, чтобы они пересекали. Ну и дистанцию, соответственно, в два раза больше. Трасса – это теперь на самая большая трасса среди всех, которые у нас есть. На преодоление самой протяженной трассы ушло порядка четырех часов. Но, как говорят сами участники, заряд бодрости и яркие воспоминания сохранятся куда дольше. Екатерина Сердитых, Алексей Вербицкий и Денис Хромцов. Новости Первоуральск. В Первоуральск приехала необычная ярмарка. Как утверждают ее организаторы, довольным останется любой гость. Какие товары будут представлены и в чем их уникальность, узнавали наши корреспонденты. Мы создали идеальную женскую обувь на лето. Во-первых, мягкая, шлифованная, бесшовная кожа, которая скрывает все недостатки. Во-вторых, бесклеевое соединение с подошвой, что исключает неприятные запахи. И в-третьих, суперудобная колодка. Подошва Эва, которая ароматизирует при ходьбе и не стаптывается. А также цельная пятка. Такую уникальную линейку женских туфель производители создали, собрав огромное количество отзывов и пожеланий, проанализировав тысячу моделей. Работа длилась на протяжении 19 лет в этой сфере. На белорусской ярмарке представлена обувь для всех типов ног. Она подойдет даже покупательницам, у которых есть такие проблемы, как выступающая косточка или большая полнота ноги. На распродаже белорусской обуви можно найти модели закрытого и открытого типа. Туфли, сабобы, соножки, лоферы, ботинки, полуботинки и сапоги. Ярмарка работает до пятницы 31 мая включительно с 10 до 19 часов. Субтитры создавал DimaTorzok